Девушки отдыхают Главе послания к римлянам Здесь, прежде чем будет рассказывать Наша пара, будут рассказывать наши ребята Которые получили это задание Я бы хотел вас предупредить вот о чем Занимаясь герменевтикой Мы часто Будем замечать, что Разные комментаторы Приходят к разным ответам На те или иные вопросы Вот тут есть Такое Ну скажем так Если хотите Такая внутренняя установка Внутреннее установление Конечно, очень важно Иметь свое мнение В результате изучения Самых разных вопросов Вот я этот вопрос изучил И я знаю, что означает И как применять данный фрагмент Из священного писания Данное место из священного писания Есть два Есть две крайности, однако Одна крайность Это когда мы говорим Я знаю ответы на все вопросы И по любому месту По любому фрагменту священного писания Существует два мнения Мое и неправильное Значит, тогда Все, кто с нами не соглашаются Или все, кто не соглашаются С нашим любимым комментатором По определению еретики Это неверное понятие Неверное понимание В частности, потому что Сам апостол Павел Говорит В первом послании Коринфянам 13 глава О том, что и сейчас Мы знаем гадательно Смотрим, как через тусклое стекло То есть Есть вопросы Есть вещи Которых мы До конца не понимаем И вот такой Чрезмерный Максимализм Когда мы говорим Все я понял И все остальные Кроме меня неправы Все остальные заблуждаются Это, конечно же, крайность Другая крайность Это Такие христианские агностики Что означает Вот это местописание Ну, вы знаете Существует такой-то вариант толкования Такой-то, такой-то Слушайте, а на каком варианте Стоите вы Какого придерживаетесь вы И почему Да я не знаю Вы знаете, такой сложный вопрос Ну, как я могу придерживаться Какого-то варианта Понимаете, христианскому агностику Будет очень сложно Применять священное писание Потому что, чтобы его применять Надо, по крайней мере, знать Что оно значит Да, это понимание Может с годами меняться Может быть переосмысление Может быть обдумывание Фрагментов Когда мы понимаем Что на самом деле Это значит Не совсем то Что мы полагали Там два или три года назад Или Когда мы понимаем Что Да, я знал Я понимал значение Этого стиха Или этого фрагмента Но сейчас Я узнал его Понял его более глубоко Это нормально Но когда мы говорим Да, это сложный фрагмент Я не знаю Что это означает Понимаете С годами таких сложных Фрагментов Будет все больше И больше И больше И у нас будет все меньше Или меньше Основания для того Чтобы сделать То или иное утверждение Ну как я могу что-то утверждать Если я не знаю Что означает этот текст Вот этих двух крайностей Нужно будет избегать Седьмая глава Послания к римлянам Это как раз фрагмент По которому Спорят Весьма образованные Христиане Христиане Которые по-гречески И по-еврейски Читают Лучше нашего Что в общем-то Не сложно Читать по-еврейски И по-гречески Лучше нашего Это в общем Несложная задача Но христиане Которые годы Провели в изучении Этого фрагмента Ребята Которые сейчас будут выступать Провели в изучении Этого фрагмента Ну я не знаю Я смел бы надеяться Что часов шесть Или восемь Но спать-то им Тоже когда-то нужно было Поэтому наверное Меньше Вот И все же давайте Посмотрим Что у нас получилось И Я не знаю Совпадет у них Позиция или нет Одну и ту же Они позицию представляют Или нет Если одну и ту же То мы с вами Будем формулировать Другую Позицию И попытаемся Найти плюсы и минусы В пользу каждой из них Если у них Разные позиции Но тогда по-другому Поведем наш разговор Пожалуйста ребята Расскажите В чем проблема И решайте Проблема? Да В чем проблема В 7-й главе Послания к риминам В чем там вопрос И решайте его Павел противоставляет Состояние человека Без Христа И со Христом Он говорит о том Что пока мы Не знали Христа То Мы пытались Регламентировать Жизнь Через Повеление Божьего закона Это было Когда мы Жили по плоти Неоднократно Возникает У него мысль Что закон Действительно Влечет К греху Потому что Сам факт Запретности Ну Какой-либо Запретности Когда тебе Что-то запрещает Тебе наоборот Хочется это сделать Ну Тянет И Когда у нас Был закон Мы были Ну Отданы На Как Объяснить Ну Хотя Христос И живет Внутри нас Но плоть При этом Не лишена Своей греховности Мы Мы сознаем Что у нас Есть Иной Закон Отличный От закона Божьего Который Нас Влечет От Который Противоборствует Тому закону Божьему Который Есть В нас Возрожденный Человек Все равно Любит Божий Закон И Приводит Разграничения Между Ним Вот Павел Здесь Говорит О том Что все-таки Закон Законом Познается Несовершенство Человека И его Состояние После Грехопадения Закон Дан человеку Для того Чтобы Показать Человеку Божью Праведность Показать Человека На фоне Божьей Праведности И неспособность Человеку Угодить Богу Если бы Человек В совершенстве Соблюдал Закон Он был бы В прекрасных Отношениях С Богом И Со Своими Соотечественниками Закон Вообще Сам по себе Добр И Предназначен Для того Чтобы Сделать Человека Более Благочестивым Павел Употребляет Для Определения Греха Одно Очень Хорошее И точное Слово Грех Грех Говорит Он Обольстил Меня В грехе Всегда Есть Что-то Обманчивое Мы Мы Относимся Греху Как Вот Что-то Сейчас Павел Проявит Разраничение Между умом Стремящимся К послушанию И плотью Стремящийся К служению Греху Да С тем Что Невозможно Оправдаться По закону Все понятно Павел Начинается Это Павел Неоднократно Об этом Уже Говорил Ну Если Говорит Современным Языком Это Все равно Что Вот Сидит Человек В тюрьме И ожидать От него Что Он Нравственно Изменится От Непрерывного И неустанного Чтения Уголовного Кодекса Вот Уголовный Кодекс Ему Покажет Только Те Статьи По которым Он Виновен Внутренний Закон Показывает Виновность Кстати Говоря Уголовный Кодекс Может Ему Дать Еще Дополнительный Материал Если У него Внутри Он Не Изменился Вот Он Читает А Оказывается Еще Вот Так Можно Было Сделать Еще Так Можно Было Сделать Понятно Что Будет Наказание Но Это Наказание Можно Как Тому Пытаться Уйти То То О Чем Вы Не Происходит Внутреннюю Перемену Производит Только Бог А Ну Дальше Во второй Части Этой Главы Начинается Тот Разговор На который Я И Вас Хотел Сподвигнуть И Давайте Все Таки Попробуем Если Делаю То Чего Не Хочу То Соглашаюсь Законом Что Он Добр Понятно Закон Все Таки При Этом Благ И Закон Прав А не Я А потому Уже Не Я Делаю То Но Живущий Во Мне Грех Ибо Знаю Что Не Живет Во Мне То Есть В Плоти Моей Доброе Потому Что Желание Добра Есть Во Мне Но Чтобы Сделать Он Того Не Нахожу Вот Я Вам Говорю Например О Что Ребят Вот Я Христианин И При Этом Ощущаю То Что Ощущал Апостол Павел Допустим Я Стремлюсь Делать Добро Но При Этом Доброго Которое Хочу Не Делаю А Злое Которого Не Хочу Делаю Если Я Делаю То Чего Не Хочу Уже Не Я Делаю То Но Живущий Во Мне Грех И Так Я Нахожу Закон Что Когда Хочу Делать Доброе Прилежит Мне Зло Ибо По Внутреннему Человеку Нахожу Удовольствие В законе Божьем Но В членах Моих Вижу Иной Закон Противостоящий Закону Ума Моего И делающий Меня Пленником Закона Греховного Находящегося В членах Моих Бедный Я Человек Кто Избавит Меня От Сего Тела Смерти Вот Это Говорится О Покаившем С возрожденном Христианине Или Это Вопль Неверующего Человека Который Хочет Прийти к Богу Пожалуйста Это В принципе Не Вопль Конечно Не крик Человека Бедный Я Человек Не Ну Может Конечно И тихо Сказано Здесь Павел Передает Все-таки Глубокий Конфликт Между Духом И Плотю Дух Желает Исполнить Закон Плот же Противостоит Ему Он Препятствует Грех Препятствует Нам Отдаться Богу Целиком Все-таки В послушании Богу Мы Христиане Обречены На то Что этот Конфликт У нас Будет Постоянно Или Это Не должно Нам Быть Свойственно Или Как Вот Например Уотчменни Пишет В своей книжке Нормальная Христианская Жизнь О том Что Жизнь По седьмой Главе Посланий Криминам Это Ненормальная Христианская Жизнь Это Может быть Человек Который Покаялся Христианин Он Покаялся Но При этом Этот Человек Не Исполняет Святым Духом Не Живет В силе Духа Который Говорится В восьмой Главе Нормальная Христианская Жизнь Это Жизнь По восьмой Главе Это Жизнь В победе Другие Авторы Говорят Да И для Восьмой Они Допустим Это Процесс Который Происходит Скажем так Вот мы Покаялись Мы Живем По седьмой Главе Какое-то Говорит Павел Для нас Уже В прошлом Но В прошлом Навсегда Обратного Возврата Нет Говорят О том Что На самом Деле В разные Этапы Жизни Мы Между Седьмой И восьмой Главами Путешествуем Скажем так Меняется Мы Иногда Уповаем На Духа Святого Иногда Мы Отходим Обратно Против Этого Возражают Ну Как Мы Можем Найти Обратно Отойти Обратно Если Бог Седьмая Глава Это Человек Который Слышал О Христе Который Близок К покаянию Который Понимает Что Сейчас По плоти Я уже Жить Больше Не могу Но Он Еще Не Возрожден Возрождение Произойдет Когда Он Отвечает Кто Избавит Меня От Тела Смерти Он Отвечает На этот Вопрос Благодарю Бога Моего Иисусом Христом Господом Нашим И так Тот же Самый Я Умом Моим Служу Закону Божию А плотию Закона Греха Вот Когда Он Покается Такой Человек Он Будет И плотию Служить Закону Божию Но Здесь Вопрос Подождите А как Ж это Так Человек Покаявшийся Вот Если Он Не Покаялся Еще Если Это Не Христианин Как Ж Он Служит Закону Божию Вот В чем Напряг Скажем Так Этой Седьмой Главы Вот Ребята Вы Вадим И Никита Или Если Кто-то Хочет Помочь Дополнить Давайте Попробуем Разобраться Что Здесь Происходит Когда Павел Писал Это Послание Он Был Уже Христианином Притом Утвержденным Христианином А пишет Он Свои Чувства Это Раз Второе То Выражение Когда Я По-моему Это Спержин Сказал Одному Молодому Человеку Когда Он Ему Заявил Я Все Я Такую силу От Бога Получил И Наполнен Духом Святым Что Я Действительно Умер Для Греха Я Больше Не Грешу Он Сказал Очень Интересно Вы Не Заходите Со мной Сегодня Поужинать И Когда Они Вечером Сели Вместе За столом Спержин Взял Стакан Воды И Плеснул В него Ему На Пиджак И Парень Возмутился И Сказал Что Вы Такое Творите Это Неправильно Он Спержин Сказал Вы Не Умерли От Греха Вы Просто Упали В Обморок А Стакан Воды Привел У Вас Чувства Образовательный Ресурс Видеосеминарий ТВС Это Ваши Пожертвования Мудро Вложенные В Христианское Образование Поддержите Наш Проект Молитвой И Финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы Можете Найти На Сайте 3w tv Seminary .com Поэтому Все Эти Чувства Я Еще Как Б Говорю О Том Что Если Мы Эти Чувства Не Испытываем То Мы Наверное Еще Для Сатаны Спокойно Проживаем В его Мире Потому Что Он Нас Не Соблазняет И Не Нападает На Нас Когда Мы Живем Спокойно И У нас Все Хорошо И Живем Полной Благодати Божией И Победили Грех И Теперь Находимся На пути В Царстве Божьем Ничто Нам Не мешает Мешать Нам Будет Всю Жизнь Это Естественно Так Христианину Всю Противоречий Потому Что Господь Будет Нас Испытывать До тех Пор Как Испытывал Авраама Это Естественно Но Я Не Думаю Что Мы Многие Дойдем До Такой Степени Авраама Когда Можешь Просто Взять Своего Сына Или Дочь Принести В жертву Слушай Так Бога Валерий Николаевич А как Тогда С жизнью По Плоти И По Духу Очевидно Что Вот Эти Искушения Которые Мы Читали Павел Говорит Что Они По Плоти А В Восьмой Главе Противопоставляются Два Человека Живущие По Духу И По Плоти Например Пятый Стих Восьмой Главы Ибо Живущие По Плоти О Плотском Помышляют А Живущие По Духу О Духовном И Говорится О том Что У христианина Есть Возможность Все Необходимое Для того Чтобы Жить По Духу Я Просто Говорю О том Что Господь Нам Легкой Жизни Не Обещал Понятно Просто С позиции О том Что Вообще Говоря Христиане Спасены Для того Чтобы Жить По Духу И Живя По Духу Этим Постоянным Борением Больше Не Мучиться Нормальная Христианская Жизнь Когда Мы Живем По Духу И Так Назад Не Отступаем Если Отступаем Это Уже Ненормальная Христианская Жизнь И Насколько Есть Легко Из Вас Из Студентов Кто Готов Вот Эту Позицию Сейчас Пытаться Защищать Я знаю Что Многие Отцы Церкви Говорят О том Что Они В принципе Уже К концу Своей Жизни Частенько Соблазнялись Плоти Своей То есть Во всяком Случа Внутренне Не Выполняя Не Не делая Грека Конечно Но Искушения Были сильные И борение Было Постоянное Да Это Это Достаточно Часто Это часто Повторяется Вот Эта Мысль И Отцы Церкви Как раз Мы Иногда Считаем Что Вот Это Люди Которые Все Победили Которые Победили Всякое Искушение Однако Это Не Так Вот То есть Смотрите Но Возвращаясь К священному Писанию Возвращаясь К тексту Если Просмотреть Три Главы Послание Кремлянам Шестую Седьмую Восьмую Вместе То есть Вот Как Чтобы Чтобы увидеть Развитие Темы В шестой Седьмой Восьмой Главе Я понимаю Что сейчас Будет Сложный Вопрос Вы к этому Не готовились И все Таки О чем Шестая Глава О чем Шестая Глава Освобождение От греха Совершенно Верно Шестая Глава Освобождение От греха Оправдание Пятое Еще Оправдание Шестая Освобождение От греха Седьмая Глава Вот Это Нахождение Между Старым И Новым Восьмая Глава Жизнь По духу Значит Тут Вот Какая Вещь Конечно Каждому Из нас Придется Лично Решать Лично Отвечать На вопрос Ну вот Как мы С вами Комментируем Как мы С вами Интерпретируем Седьмую Главу Но вот Эта Напряженность В христианской Жизни Напряженность Между Старым И Новым Между Старым Который Тянет Назад И Новым Который Дает Освобождение Эту Напряженность Богословы Постоянно И вот Здесь Как раз Богословское Понимание Для нас Будет Очень Полезно Ну например Христос Пришел Чтобы установить Своё царство На земле В какой-то Степени Потому что Потом В конце концов Будет Новое небо И новая земля Потом будет Тысячелетнее царство Потом будет Новое небо И новая земля Вот Скажите А вот Сегодня Христос Царствует В этом мире На этой земле Да Ага Вы говорите Да В каком смысле В смысле В жизни Верующих Людей Он царствует Только ли То есть Остальное Ему не подконтрольно Нет В великом Поручении Что он говорит 28 глава 19 стих Перед Повелением Дана мне Сия с вами Во все дни До скончания Века Да Сначала Вот ведь Великое поручение Основано на том Что дана мне Всякая власть На небе На земле Причем Значит Не только на небе Значит С одной С одной стороны Да О Но он же Говорит о том Что сатана Сейчас пока Князь мира И все же Ему Христу Дана всякая власть Кажется Что две Противоречащие Друг другу Истины Друг другу Истины Которые Держат нас В постоянном Напряжении С одной стороны Ему дана Всякая власть И эта власть Верховная С другой стороны Пока царствует Сатана С одной стороны Христос Уже устанавливает Своё царство В нашем сердце В нашем душе В нашей душе Он царствует Своей церкви Он правит Своей церкви С другой стороны Мы продолжаем Жить в этом мире Ожидая Что это царство Установится Что называется По полной программе То есть Уже Что-то происходит Но еще Не совсем Теперь посмотрите На нашу с вами жизнь С одной стороны Мы оправданы Праведность Иисуса Христа Вменяется нам Но с другой стороны Наше оправдание И наше освящение Особенно Еще не достигло Своей полноты Мы находимся Еще на этом пути Или даже так С одной стороны Мы можем О себе сказать Что мы Бывшие грешники И более того Плоть продолжает Иногда Побуждать нас К греху С другой стороны Мы Святые Перед Богом Это вопрос В каком смысле В каком смысле Святые В каком смысле Святые Перевод слова Отделенные Или святые Действительно Какие-то стали Совершенно иные Мы же святые Только в Иисусе Можем быть Да Нам вменяется На наш счет Записана Его праведность Его святость А мы освящены Вот вменяемые Скажем Вмененные нам Святостью Да Вот Будьте святые Да Естественно И мы святые В смысле Отделенные Отделенные От мира Для особой цели У нас есть особая цель То есть И вот Понимаете Какая вещь Когда мы начинаем Интерпретировать Священное Писание Опять-таки На уровне Герминевтики Связи с герминевтикой С богословием Если уйти В одну крайность У нас получится Искажение Я могу Всю жизнь Петь Ох я грешник Бедный И могу Лить слезы И ко мне Подойдут И скажут Слушай, дорогой А ты что забыл Что ты оправдан Что ты искуплен Что ты очищен Что ты Новое творение Во Христе Нет-нет-нет Я помню Говорю И все же Я все-таки Я грешник бедный Ну тогда Мы и жить будем Постоянно Как грешники бедные Вот именно В одной крайности Не понимая Не осознавая И не благодаря Бога Мы будем Постоянно Я не знаю Наверное вы слышали Даже в церквях Такие молитвы Господи Избавь меня Прости меня Вот Дай мне Очисти меня Человек молится Вот На каждом служении Когда Вот Возникает Когда Когда Открывается время Дается время Для молитвы Кто-нибудь Вот об этом молится И человек Никогда не скажет Господи Спасибо тебе За то Что ты уже Для меня сделал Спасибо Что ты мне уже Даешь силу Для жизни Вот это Одна крайность Серьезно А другая Крайность Это человек Который Говорит Аллилуйя Сатана Я изгоняю тебя Ты никакого Влияния На мою жизнь Не имеешь Я свободен Я богат Вот тогда Человеку Да на пиджачок Вылить Водички Вот Прямо Посперджен И нормально Будет Потому что Это другая Крайность Это человек Который Говорит о том Что вот Я Получил От Христа Все Я теперь Спасся Теперь спасен И Старая Прежняя Не имеет Надо мной Никакой Власти Страшно Вот что Если посмотреть Допустим Новости Или события Христианства За последние Даже 10 лет В христианском мире Вот человек Который кричит О том Что грех Не имеет Никакой власти Потом изменяет Жене Или оказывается Злостным Неплательщиком Налогов А когда выясняется Что он не платил налоги Он говорит Так это же не грех Это же я согрешил Не против Бога Или это же я же делал Не против Бога А против безбожного Нашего государства Вот То есть Вот Понимаете И мы с вами Живя в христианской жизни Находимся на этой Тонкой грани Когда Да мы искуплены Да мы оправданы И это здорово И слава Богу Да мы умерли Умерли для греха Но к сожалению Грех еще не умер Для нас Он продолжает Нас Иногда Колоть Но Говоря это Я должен сразу сказать Вот это как раз Один из тех вопросов По которому в христианском мире По которому в христианском мире Существуют разные мнения У меня есть своя позиция У каждого из вас Может быть своя позиция Она может быть обоснована И я надеюсь Что она будет обоснована Не просто из пальца высосана И все же Мы должны понимать Что рядом с нами Есть верующие люди Стоящие на несколько другой позиции Более того Кому-то Важно понять Что он грешник бедный Потому что иначе у него будет Всезазвольность в жизни Или в какой-то этап нашей жизни Нам важно прочувствовать это Но потом наступает момент Когда надо понимать Слушайте, а я свободен во Христе Оправдан и искуплен Вот и то, и другое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok